а перед тем как мы начнем ребята хотел бы вам порекомендовать такой такой вот канал называется слава петров интересное рядом тут найдете не только про мех обработку много видео в частности про токарную обработку также автор не обделяет нас различными лайфхаками может показать какие-то приспособления вы допустим сдвижной каркас тендер газели то есть что-то интересное рассказывает даже есть какие-то видео с концертов видео животными то есть очень интересный канал познавательны и и что посмотреть конечно и механику и обычному человеку каналы существует 2012 года 25 миллионов просмотров имеет и 53 тысячи подписчиков также присоединяйтесь и вы я на него подписан поставил колокольчик чтобы не пропускать новое видео а чтобы проще было найти ссылочка на данный канал будет в описании здравствуйте друзья мне приятно вас приветствует на моем канале веселый инженер меня зовут андрей и сегодня очередное видео в этот раз мы обсудим как производить контроль вала с микронным допуском как выбрать правильный инструмент и как провести замеры так сказать из практики поехать и так что завал с микронным допуском ну к примеру смотрите у нас какая-то имеется скалка до контрольная которая ну допустим будет иметь диаметр 25 миллиметров то есть вот этот вот наружный диаметр который мы имеем 25 миллиметров и так исходные данные деталь вал наружный диаметр 25 миллиметров допуск плюс-минус 5 или 5 микрон или пять тысячных миллиметров шероховатость 063 которая в принципе хорошая шлифовка с выхаживание но уже стремится искать полировки да и вид производства серийная почему выделил красным потому что очень важно если у вас эти валы идут много то есть они серийные то есть вот как измерять именно в таком производстве а что необходимо нам будет сделать сегодня до в сегодняшнем уроке подобрать измерительный инструмент настроить на размер измерить диаметр 25 плюс-минус 5 микрон сейчас мы это все сделаем прожмите лайк пожалуйста и подпишитесь если вы еще не подписаны потому что дальше будет очень много интересных видео а мы едем дальше какой инструмент использовать конечно буду сейчас споры может быть какой инструмент использовать можно скажу там сейчас много электронных там штангенциркуле микрометров до всяких то при бомбасов всего очень большое множество вот допустим первый можно быть штангенциркуль да я специально взялся электронные индикации так как они достаточно точные вплоть до микронных сейчас уже выпускаются но скажу так что я вообще не любитель измерения валов штангенциркулем особенно когда валы идут именно с такими точными допусками поэтому этот прибор сегодня нам не понадобится микрометр тоже микрометр с электронной индикации тоже имеет точность как вы видите 1001 миллиметра или один микрон тоже можно измерять конечно вал можно измерить и таким прибором но если почему я обозначил что у нас серийное производство в серийном производстве к сожалению не очень удобно и кто пробовал такой микрометр кто пользовался такими ту микрометром при измерении на гладких валов тот конечно скажет что этот прибор нам к сожалению не подойдет следующее что скоба контрольная скоба контрольная это классика нашего машиностроительного производства и других различных производств если кто не видел такую вот при скобу то есть вот этот вот более длинную часть да она шлифуется в размер то есть в нашем случае она можно быть прошлифована в 25 миллиметров вот это которая меньшая часть она должна быть прошлифована в плюс 25 плюс 5 микрон если это скоба так сказать у нас контрольная то представьте что такое 5 микрон а на сторону получается два с половиной микрона вы попробуйте такой скобой померить и если вы чуть-чуть сильнее нажмете естественно она проскочит через ваш вал так как он очень гладкий или хорошую шероховатость поэтому этот прибор нам сегодня не понадобится кстати у меня есть своя группа вконтакте называется веселый инженер технический раз ссылка будет в описании поэтому переходите туда вступайте в эту группу там очень много всего про механическую обработку металлов и просто интересного видео и общения и так правильный вариант рассмотрим правильный вариант она скоба рычажная вот так она выглядит это что-то среднее между скобой и между микрометром в данном случае как видите индикации вот здесь нету размерной это скоба справиться немножко по-другому и далее мы это посмотрим поэтому не отключайтесь достоинство измерения данным прибором малые затраты времени безусловно происходит это все достаточно быстро скоба настроены на один размер вы ее грубо говоря как сказать надеваете на вал видите отклонение на циферблате такое и сразу снимаете фактические размеры удобно еще тем что если вал длинный то вам можно несколько точек сразу проверять а это необходимо делать и соответственно скорость измерения достаточно быстро простота и надежность ну кто уже пользовался тот знает то не знает очень просто и очень быстро и надежно это все делается возможность использования для контроля детали непосредственно на станке в принципе любой универсальный инструмент может использоваться для замеры на станке но так как для использования этого инструмента достаточно одной руки то удобство использования естественно возрастает примеру есть это микрометр вы должны держать двумя руками ну колумбик одной или того что на циркуле но колумбик я говорю что я не люблю мерить волны не совсем это точно и когда его во всеми электронные он постоянно чуть-чуть показывает разные показания и не советую вам при точном измерении его использовать основные типы особенностей таких приборов основной тип srp скорбары чажда повышенной точности то есть со встроенным отсчетным устройством приборы вида srp упускается с диапазоном измерения 0 25 25 50 из двух двух измерений с ценой деления 1 микрометр пятка перемещать по всему диапазон измерения то есть видеть здесь две пятки 1 подвижная пятка другая перемещается ее можно крутить в сторону и потом вставлять на размер а слева которой вот это вот пяточка находится она подпружрена и она дает нам так сказать показания для измерения вот этой стрелочке sr sr со встроенным отсчетным устройством применяется для измерения диапазоне от 0 до 150 цена и деление составляет два микрометра диапазон применения пятки 25 миллиметров то есть они тоже каждые 25 миллиметров имеется размерность таких вот устройств и индикаторной модели с и обозначаются с измерительными головками то есть там идут измерительные головки индикаторного типа они ставятся подключаются также выставляются в ноль на определенный размер и производится контроль то есть они могут быть в любом диапазоне то есть грубо говоря обычный микрометр и который имеет возможность подключить индикатор вот такого плана чтобы вы понимали а мы едем дальше настройка скобой рычажда и измерения в детали ну вот взяли такую маска буры чаждаю так берется концевые меры в нашем случае концевые меры набираются на размер 25 миллиметров то есть длина получается вот этих вот и концевых нет 25 миллиметров мы представляем наш микрометр на 25 миллиметров фиксируем правую пятку зажимаем чтоб она не мило перемещений никаких и достаем концевые меры и в принципе у нас уже с вами готов прибор для измерения кстати если кто-то хочет материально поддержать канал веселый инженер чтобы он быстрее развивался чтобы он рос так сказать и радовалась новыми видео то можете помочь донатом ссылочка будет тоже в описании и так и само измерение заключается в том как я вам говорил вал вставляется сюда и мы смотрим на отклонение стрелки она может идти как минус так и в плюс то есть мы смотрим на это отклонение и уже имеем представление какой у нас вал какой на вид отклонения в минус плюс и в принципе точность измерения нас полностью устраивает быстрота измерения устраивает для серийного производства мы с вами нашли ответ это скоба рычажная на этом меня все друзья я с вами прощаюсь подписывайтесь на канал если вы впервые зашли если посмотрите мои новые видео ставьте лайки дизлайки если не понравилось пишите комментарии я с вами прощаюсь пока пока